Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Константин Танч Борового. Обязательно это нужно сделать, потому что у Константин Танча очень интересные стримы. Даже я люблю во время прогулки слушать Константин Танч, его сессии со зрителями. Вот Константин Танч, в частности, рассказал об отношениях с Марком Фегиным, рассказал о своих велопрогулках и о многом другом. Поэтому, пожалуйста, обязательно послушайте. Константин Танч действительно очень интересные такие авторские стримы. Ну и подписывайтесь на мой канал, буду вам очень признателен. Ну что ж, Константин Танч, давайте с вами обсудим ряд тем. Мы с вами практически первые отреагировали на арест Павла Дурова. Прошла неделя, ваши эмоции и мысли. Мне очень не нравится продолжающаяся кампания против Павла Дурова. Совершенно очевидно, что он является почти точной копией Элона Маска с его экс-твиттером. И то, что он выбран объектом нападок, но еще больше убеждает в том, что он действует правильно и что он хороший, искренний человек, борющийся за свободу слова, за открытое информационное пространство. Вот я его поддерживаю, но нападки... Ну вот это пропагандистская кампания, российская в основном. Хотя в некотором смысле он задел интересы, скажем, демократической партии. Вот. Анализ пропагандистской кампании его показывает, что противники Маска, ну вот они все против Дурова тоже. Плюс к этому довольно активная позиция Кремля против Дурова. Я его поддерживаю. Алексей Натальевич, вот с чем вы связываете какую-то оголтелую, скажем, пропаганду против Дурова в российском и украинском сегменте интернета? То есть поразительно. При том, что Россия – государство агрессор, Украина борется с российскими оккупантами, как-то два сегмента интернета оказались единодушными по вопросу Дурова. И оба называют его, значит, агентом Кремля и агентом ФСБ. Вот как вы оцениваете подобное единодушие с государством оккупантом? Ну, аналогия полная с Элоном Маском. То же самое. Маск, который помогает Украине, называется врагом Украины. Его призывы к миру, так же, как мои призывы, призывы Папы Римского, называются, ну, кремлевской инициативой. Вот. Ну, аналогия полная здесь. Кремль и нынешнее состояние, ну, такое информационно-идеологическое, концептуальное украинской власти, ну, совпадает в каких-то частях. Это очень печально. Ну, вот, поддержка демократической партии в Соединенных Штатах. Понимаете, вот это тоже из этой области. В этом смысле Зеленский и Путин, ну, почти союзники. Вот. Это очень печально. И это говорит о том, что, ну, недорабатывает экспертное сообщество людей, которые вот вокруг Зеленского. Они не понимают ситуацию. Понимаете, сегодня я говорю об этом без всякого удовольствия. Я продолжаю поддерживать Зеленского, но я вижу, что он совершает катастрофические ошибки. Катастрофические для себя, для своего имиджа, для Украины. Константин Иванович, мы еще вернемся и просто по поводу Украины поговорим. Мы с вами договорились поговорить по поводу Украины. Я вам все-таки задам вопрос по поводу Павла Дурова. Сдам резкий вопрос. Вот у вас партия «Западный выбор», и вы все время с Валерией Ильиничной были одним из тех, кто, ну, вот, скажем, активно поддерживал западный выбор России в начале 90-х годов. И получается вот то, что мы видим, что те люди сейчас оппозиционно настроенные, россияне, которые живут на Западе, они сразу, моментально, не разобравшись в сути дела, они набросились на Дурова, при этом заявили о том, что жена Цезаря вне подозрений, и, безусловно, и Макрон вне подозрений, и французское следствие вне подозрений, необходимо доверять французским компетентным органам. То есть российским все традиционно не доверяют, да, это понятно, и мы с вами не доверяем, но французским нужно доверять. Почему? Потому что это западные, потому что это французские. Вот не кажется ли вам, что, скажем, вот эти люди, они глубоко ошибаются, считая, что если это Запад, значит, это хорошо? Ну, конечно, ошибаются. Мы с вами видим этот процесс, который происходит у нас перед глазами, когда вот это глубинное государство в Соединенных Штатах фактически борется с демократией, со свободой слов в Соединенных Штатах, воет цензуру, и это общая тенденция социалисты в европейских странах, многих в Соединенных Штатах, и любые проявления, ну, вот этих правых тенденций, они вызывают очень сильное раздражение в европейском сообществе. Вот то, что связано с приходом правых к власти, в том числе во Франции, между прочим, самой. Вот. Это, ну, борьба, борьба принципиальная, борьба за принципы. Вот. Российская оппозиция расколота Кремлю. во многом продолжает, ну, работать на Кремль, к сожалению. Я не хочу сейчас никого там конкретно называть, но для многих в российской оппозиции сотрудничество с Кремлем не просто допустимо, а и желательно. Понимаете? И это, ну, такая линия разлома между, там, вот той частью оппозиции, которую представляю я, то, что называется радикальной оппозицией, на самом деле просто очень последовательной оппозиции, и оппозиция, которая пытается идти на компромиссы с воровской властью, сотрудничать с Кремлем. Полтора года назад поймали Елену Блиновскую, инфоблогершу российскую, и с этого началось дело инфобиза в России, и стали всех брать за одно место, за то, что они в России не платят налоги. Есть ли у вас ощущение, что вот арест Павла Дурова и уголовное производство в отношении Дурова – это есть начало некой компании, которая в том числе затронет Илона Маска, и недаром Илон Маск заявил о том, что он теперь не будет летать в Европу, так часто, как он летал до этого, и будет тщательно выбирать, куда он планирует лететь. Ну да, это давление, так сказать, по всему полю, как говорят в баскетболе. Это желание контролировать процессы, желание очень естественное социалистов. Я уже говорил, что вот признак социализма, социалистических партий – это триада пропаганда, цензура, репрессия. Ну вот на примере Дурова демонстрируются, так сказать, все три элемента пропаганда, а компания в поддержку этих действий французских спецслужб довольно серьезная. Цензура – это, собственно, содержание действий спецслужб и репрессии. Ну вот арест. Довольно серьезные действия. И то, что Илон Маск уловил эту тенденцию, это настроение, это желание социалистов проявлять себя вот таким способом, ну, правильно делает, понимает, что происходит в мире. Ситуация будет меняться очень сильно после прихода к власти Трампа. Очень сильно. Соединенные Штаты задают стиль отношения к собственным гражданам, для европейцев, для самих Соединенных Штатов. Ситуация будет меняться существенно, и я очень надеюсь на то, что после прихода к власти республиканцев вот эти факты, они не будут просто обнародованы, факты репрессии, преследований, пропаганды, но они будут также в части нарушения законодательства Соединенных Штатов, они будут расследоваться и наказануться, потому что это необходимо, потому что иначе преступления, совершенные за последние несколько лет социалистами или коммунистами, как говорит Трамп, они будут повторяться, это необходимо останавливать. Константин Танч, вот на этой неделе появилось письмо Цукербергам, в котором он подтвердил, что он фактически поддался, ну, то, что называется, intimidation политическому давлению в отношении, скажем так, публикаций, связанных с одной известной пандемией, когда он, ну, Facebook искусственно занижал их индексацию и популяризацию, но второе, что более интересное, Маск, то есть не Маск, а Цукерберг, поддался давлению, связанному с знаменитым делом Борисмой, где фигурирует сын уважаемого господина президента Байдена и в тот момент вице-президента Байдена, Хантера Байдена и вот его сына. И, значит, когда Нью-Йорк-Пост, значит, опубликовала в преддверии выборов 2020 года статью, которая как бы, не знаю, было это или не было, но намекала на возможное наличие конфликта интересов в действиях вице-президента, эту статью рекомендовали, скажем, не тиражировать, снизить индексацию, потому что это могло быть российское ИПСО, как сейчас принято говорить. И Цукерберг поддался этому давлению. Ну, на мой взгляд, вот эта новость, это эффект, ну, просто должна была бы иметь эффект разорвавшейся бомбы, потому что это сенсация. То есть то, о чем все говорили, подтвердил Цукерберг, а он подтвердил только два эпизода. Вместо этого, об этом вообще практически никто не говорит, но там в американской прессе, да, об этом пишут, даже либеральные СМИ не могут не писать, но украинская пресса вообще об этом не пишет, например. Ну, украинская пресса находится в фарватере демократической партии. И это очень печально, потому что, ну, в результате гражданам Украины морочат голову та же самая пропагандистская кампания Украины. это результат несовершенства, что ли, информационного пространства. Я мягко говорю, понимаете, чтобы никого не обидеть. Вот, но это очень опасный процесс. И многие ошибки современной украинской власти связаны с тем, что отсутствует такая, знаете, сбалансированная критика здравомысля в информационном пространстве. Вот, и многие заявления, ну, действия в информационном пространстве и в физическом пространстве не вызывают критики. Это очень опасно. Это очень опасно для самой украинской власти. Примеров очень много. Я, вот, скажем, на пресс-конференции Зеленский говорит о том, что очень сильное воздействие, значит, операции в Курской области на общество в России. Где он там обнаружил... Вот мы вернемся, вот мы вернемся, подождите, буквально за углом этот вопрос. Так все-таки, просто закольцовая дискуссия по поводу статьи Цукерберга, ну, то есть письма Цукерберга. Ну, вот конфликт интересов, да, о котором, скажем, попросили не распространяться, это же не просто конфликт интересов, он был в преддверии президентских выборов 2020 года. И, на мой взгляд, значит, он в какой-то степени мог повлиять на исход президентской кампании в 2020 году. И об этом почему-то мало кто говорит. А ведь это серьезный вызов, ну, в принципе, для демократии. Ведь на Союзные Штаты Америки традиционно смотрят, как на государство, обращающих демократии, прав человека, к чему необходимо стремиться. Почему не связывают вот этот конфликт интересов с результатами выборов? Ну, потому что в этом не заинтересована находящаяся у власти демократическая партия. Она проводила совершенно бессовестную пропагандистскую кампанию, подлую, лживую. Она вводила цензуру. Ну, вот то, о чем уже говорили, триада. Пропагандистская кампания, цензура, репрессия. И то, что сегодня обнаруживается, там, ну, фактов очень много. Связанных с пандемией, связанных с глобальным потеплением, связанных с так называемой конспирологической теорией фальсификации на выборах. Ну, все это было. И сегодня всплывают эти факты. И это, ну, очень опасная ситуация. Для всего западного сообщества. И то, что сегодня Киев находится на стороне социалистов и Зеленский, на стороне сил, которые сдерживают западное сообщество, на себя ему ущерб. Но это очень печально. Константинович, вот теперь мы добрались до пресс-конференции Владимира Александровича Зеленского, президента Украины Верховного, главнокомандующего. Владимир Александрович провел пресс-конференцию. И я бы хотел у вас, как у стороннего наблюдателя, узнать ваши впечатления о пресс-конференции. Цель пресс-конференции сообщить миру сторонникам Украины о том, что Украина не может согласиться на переговоры, если в результате переговоров нужно будет уступать территорию. Или, как сформулировал это Зеленский, безопасность в обмен на территорию. Никакой безопасности Путин не предлагает. И никого обмена территорий, так сказать, тоже не предлагает. Второй тезис, тоже очень сомнительный, это по поводу успехов в Курской области, которые на самом деле, действительно, это отчаянная попытка как-то изменить ситуацию. Отчаянную попытку Зеленский мог бы делать так же, как и Бобби Кеннеди, Роберт Кеннеди. Поддержав Дональда Трампа. Ну, это невозможно. У Кеннеди нет должности, а президент Зеленский, действующий президент Украины, он не может поддерживать одного из кандидатов. Вы же это понимаете. Зеленский поддержал одного из кандидатов в 2020 году, в 2019 году, на самом деле, и в 2020 Джо Байдена. И в ответ на это Джо Байден предал, Зеленского предал Украину, пошел на соглашение с Путиным, видя, насколько Зеленский зависим от него. Сегодня в значительной степени от Зеленского зависит ситуация в Соединенных Штатах. Если в этих условиях он громко заявит о реальной ситуации, о продажности этой нынешней власти социалистов, о предательстве, в общем, Украины, что произошло на самом деле, вот это существенно изменит ситуацию в лучшую сторону, прежде всего, для Украины. Я знаю, что это президент слабый. Он этого сделать не может, ну и маловероятно, что он это сделает. Он, по-моему, зажимая глаза от страха, говорит о том, что он готов встречаться с кандидатами в президенты, Трампом и Камалой Харрис. Вот. Но этого недостаточно. То, что произошло с Украиной, это предательство. демократическая партия предала Украину. И вместо того, чтобы там продолжать хитрые дипломатические маэвры, необходимо заявлять об этом громко. цена этого предательства десятки, если не сотни тысяч жизней граждан Украины. Вот. И ответственный политик, честный, последовательный должен был бы об этом говорить. А Зеленский начинает какие-то, какую-то кашу размазывать. мы не собираемся обменивать территории. Нужно войну останавливать. И нужно называть вещи своими именами. Не посылать в Соединенные Штаты демократической партии план наступления Украины. Этот план, между прочим, уже в Кремле. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Вот. И вместо этого, так сказать, стоило бы предпринимать серьезные основательные шаги. Но, понимаете, не у всех политиков, как говорят здесь, есть яйца. Ну, Константин Константин, все-таки президент Зеленский продемонстрировал силу воли, когда он остался в Киеве и возглавил сопротивление российской агрессии. И, более того, когда Украину откровенно Запад хотел предать, мы помним, в начале войны ничего Украине не поставляли, кроме кассы, которая обещала Германия. Украина боролась, и во многом это и благодаря тому, что у руля страны был президент Зеленский. То есть, фигура много зависит. Вы говорите неправду. Вспомните 14 год. Но на всю Украину. Оружие Трамп нарушил вот этот закон, введенный Байденом по существу, о непредоставлении оружия. Но Трампа не было в 20 году. Украине. После этого начались поставки джавелинов. После этого, еще до войны, начались поставки из Великобритании, из Польши, из стран Балтии, смертельного оружия. Именно благодаря этому оружию у Зеленского была возможность защищать Украину. именно поэтому, вследствие этого, Зеленский мог себе позволить отказаться от эвакуации, которую предлагали ему Соединенные Штаты Байден. Понимаете, вы последовательность путаете, вот последовательность чуть-чуть другая, обратная. Константинович, вот вы упомянули только что о необходимости для президента Зеленского четко обозначить ситуацию с Соединенными Штатами Америки и с демократической администрацией. Это ваши слова. Ну вот у нас есть пример сторонний, например, пример Азербайджана, которому никто не помогал. Более того, Соединенные Штаты приняли знаменитую 907-ю поправку, которая препятствовала продаже, не дарению, а продаже Азербайджана вооружения. А за Штатами это сделали ряд других европейских стран. Это в условии, когда Россия помогала Армении оккупировать Карабах. Ну вот, пожалуйста, Алиев стиснул зубы, ни на кого не обижался, он проводил свою там настойчивую дипломатию. То есть, он же не расставлял, скажем, точки на Дене, не говорил, что вы плохие, а вот эти хорошие. Он исходил из того, из тех реалий, которые существуют. Ну может ли сейчас президент Зеленский просто взять и сказать все как есть, но в политике так не работает. Все-таки в политике как бы важна информация дозирована, предоставляет. Как вы считаете? Я считаю, что вы не правы. И Алиев делал очень серьезные и сильные заявления, когда фактически Азербайджан блокировали от поставки оружия и вошел в соглашение с Турцией, не только с Турцией, между прочим, и проходили закупки оружия по всему миру. И это сильная независимая политика, которая привела к позитивному для Азербайджана результату. Фактически, ведь речь шла о восстановлении суверенитета над захваченными Россией в некотором смысле территориями. Этот суверенитет был восстановлен. То, что касается Украины, я устал уже говорить об этом Зеленскому, о возможности проведения независимой политики Украины. Зеленский осознанно идет в эти сложные отношения с демократической администрации, которая его предает. Понимаете? Это не политика реалистическая, это политика очень несовершенная, провинциальная, это политика окраина империи. Знаете, когда необходимо следовать указаниям центра империи. Это ошибка. И Зеленский в этом смысле, я думаю, что проблема может быть в меньшей степени Зеленского, в большей степени в его окружении, которое достаточно сильным давлением заставляет его следовать этой политике. Знаете, Константинович, я тут недавно посмотрел фильмы «Непрошедшее время», не знаю, смотрели ли вы сериал этот, и вот по разному к нему можно относиться, не сериале. Мы сто раз обсуждали 90-е, но мне кажется, большое преувеличение считать, что Ельцин вообще не принимал никаких решений, принимала только семья. Точно так же, на мой взгляд, преувеличение считать, что все решения принимает окружение президента вместо президента. На мой взгляд, это преувеличение. Я вот что хотел спросить, Константинович, ситуация... Извините, если этот тезис не верен, это значит, что мы президента Зеленского можем обвинять и в ошибках, и в преступлениях, чего я делать не хочу. Именно поэтому я и говорю об окружении президента, которое дезинформирует его. Если он все понимает и продолжает действовать тем способом, которым он действует, ну, в будущем участь его печальна. Понимаете, я боюсь, что это все может так же, как для демократической администрации, закончиться расследованиями и обвинениями. Константинович, говоря о ситуации вокруг Покровска, ситуация сложная, но я не военный эксперт и я не буду вас мучить военными, скажем так, вопросами, я задам политический вопрос. Вы знаете, знаменитое выражение Генриха Второго, да, Париж стоит мессы. Вот стоит ли, скажем так, политически, опять же, именно политически, да, от Курск, да, от Покровска в том смысле, что насколько Курская операция, мы не знаем финала, да, мы находимся в динамике, история, насколько она притормозила Россию на Востоке и что было бы, если бы Курская операция, она не была начата, то есть какие преимущества, а вы говорили о преимуществах еще неделю назад, Курская операция все-таки вы видите, насколько она притормозила развитие и ход процессов на Донбассе? Ленский сформулировал в последней пресс-конференции, он сформулировал цель Курской операции. Это воздействие на российское общество, которое должно понять, что война теперь на его территории, где он обнаружил российское общество. Я этого не понимаю. В России идет мощнейшая пропагандистская кампания. К пропагандистской кампании подключены огромные финансовые ресурсы, которые ориентируют граждан России на варварство. То есть позиция вот этой поддержки СВО, она базируется в том числе и на финансовых ресурсах. Понимаете, убедить людей, которые находятся в катастрофическом финансовом положении, когда им предлагают довольно цинично заплатить за главу семьи или за мужчину, члена семьи, заплатить какие-то безумные по масштабу России деньги, но это бессмысленно. Но есть контраргумент. Вот Борис Немцов собирал миллионы подписей в Нижнем Новгороде за прекращение войны в Чечне. В 1995 году он привелок эти подписи Ельцину. Но если тогда люди выступали против российской авантюры в Чечне, то неужели критическое количество человек в России не стало выступать против российской авантюры агрессивной в Украине после того, как Украина зашла в Курск область? Это другая страна, другая ситуация. В России в 1995 году все общество встало против войны в Чеченской республике, первой Чеченской войны. Проходили митинги. На одном из этих митингов мы присутствовали вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, с Григорием Явлинским. Я уж не говорю там о Борисе Немцове и так далее. Вот другая ситуация. В сегодняшних условиях довольно жестких репрессий и пропагандистской кампании, и финансовых инструментов, и цензуры говорить о возможности сопротивления просто бессмысленно. Сегодня сопротивление это помощь оппозиции Путину, чего Украина делать не хочет, по всяким идеологическим соображениям. Это помощь здоровым силам в Соединенных Штатах республиканцев, чего Украина тоже не хочет делать. Эти количество ошибок, которые совершает Зеленский, создаёт некое новое качество вопрос. Вы знаете, Константинович, когда Азербайджан проводит инициативная группа, так называемая, проводит съезд угнетённых народов Франции в Баку, значит, против Франции играть можно, потому что это Франция. А извините, играть во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки себе дороже. Это, простите, говорят, в Одессе две большие разницы. Вы забываете о том, что у нас всё-таки интервью, а не дискуссия. Я не против проведения с вами дискуссии. Нет, это вопрос. Это не вопрос, это дискуссия. Ну, вот знак вопроса. Можно ли Азербайджану заниматься... Не-не-не, я имею в виду, можно ли Украине играть в игру, которую играет часто Азербайджан против Франции, чтобы Украина играла в американскую политику. Может ли такое быть вообще? Это необходимо. Речь идёт о защите демократии. когда Зеленский не поддерживает демократическую партию напрямую. Он говорит о системе ценностей демократических, рыночных, системе ценностей свободы. Об этом говорят и демократы, и социалисты, об этом говорила и коммунистическая партия Советского Союза. В Конституции было записано и свобода, и демократия, и свободные выборы, и возможности сопротивления, дискуссий. Социалисты, коммунисты отличаются тем, что для них это просто слова. Понимаете? Поэтому, когда Зеленский сегодня поддерживает демократическую партию социалистов Соединённых Штатов, это означает, что он присоединяется к этой советской, кремлёвской позиции, что очень опасно в первую очередь для самой Украины. И в финале, Константинович, вот в Грузии вознамерились принять закон, по которому православие станет государственной религией, воздвигают монументы в честь царей грузинских, которые объединяли Грузию с Россией. И это всё делается в преддверии выборов в Грузии. Я вам задаю этот вопрос, потому что вы хорошо общались с Михаилом Саакашвили, вы бывали в Грузии, в отличие от меня. Вы знаете, о чём идет речь. И это всё делается для того, чтобы реинтегрировать территорию. Не кажется ли вам, что это слабая позиция со стороны грузинской власти? И второе, как вы оцениваете в целом сейчас роль России на Южном Кавказе? Об этом сегодня Пашнян говорил на своей пресс-конференции. Это в финале. Пожалуйста. Нынешнее грузинское руководство Иванишвили пытается действовать, жить, существовать, развиваться в фарватере политики России. Многое из того, что Иванишвили хотел бы сделать для России, это ставленник России. Он пришел к власти с помощью путинских денег, путинской пропагандистской компании. Многое он просто сделать пока не может. Но постепенно, шаг за шагом, это такая хитрая политика, скажем, законы и на агентах, агентах влияния, но они уже привиты в Грузии. и идеологическая основа вот этой российской власти, православия как составляющая часть этой власти. Ну, вот он пытается то же самое сделать. Это свидетельство скорее следования вот в русле России, идеологическом следовании, политическом. Это попытка связать Грузию современную с Россией, попытка борьбы с демократией в Грузии. Сегодня в Грузии уже фактически нету выборов. Уже оппозиция не в полной мере, так сказать, свободна, работоспособна, несвободны и граждане. Вот. И это очень печальный факт. И это означает, что включены механизмы пропаганды и репрессий в Грузии, так же, как в России, так же, как в Соединенных Штатах, между прочим. Константинович, я вам очень признателен за то, что вы дали интервью. Константинович Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Константиновича. Очень интересное интервью и собственные стримы Константиновича, которые стоит слушать. Я их лично с большим удовольствием слушаю. Ну и на мой скромный канал. Огромное спасибо, Константинович. Спасибо.